Всем здравствуйте! Сегодня на обзоре показ удивительно красочного фарфора. Здесь в основном цветы, все изделия абсолютно нежные и удивительные. Давайте-ка сразу приступим. Начну, пожалуй, с самого золотого. Чайная двоечка, известная нам мануфактура. Мы сразу можем рассмотреть и определить по форме. Такая конусовитная, белоснежная. И, конечно, это винтерлинг. Обратите внимание, как много золота. Здесь оно горит и сияет. На самом дне чашки выполнен алый бутон розы. Золото. Золото в идеальном состоянии. И что мне нравится больше всего здесь? Очень глянцевое покрытие. Вот такая вот роскошь. И орнамент такой нечасто встречаемый. И вот этот мелкий-мелкий горошек. Яркое насыщенное блюдце. Кромки оформлены в те же самые цветочные орнаменты. Вот такое клеймо датируется 1950 года. Вот такая чайная двоечка. Мне очень нравится здесь форма ручки. И, естественно, много золота. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. А я показываю дальше. И думаю, что к этому изделию отлично подойдет. Вот эта удивительная вазочка. Обратите внимание сразу на форму. Она и правда прекрасна. Такая удлиненная. При этом как будто низенькая как раз-таки за счет вот этой шарообразной формы. И при этом она как будто приплюснута. Красота. Удивительная ваза цвета айвори. С красивым букетом. Колокольчики. Розочки. Пиалки. Золото здесь корито сияет. Это 24 карата. Рисунок выполнен с двух сторон. А к низу здесь мелкие-мелкие букеты. И также дополнительные цветочные медальоны. Красота. Вот так рассмотрим эту вазу. По клейму это совсем редкая мануфактура Lennox. Изготовитель American. Шикарная ваза для любителей таких цветов и необычных форм. Она прекрасна. И эта мануфактура очень сильно ценится. Среди коллекционеров такие изделия относятся к элитному классу. Дальше для всех любителей фруктов на фарфоре. У нас сразу два замечательных изделия от одной и той же мануфактуры. И представьте себе, это одна из серии. Первая это две одинаковые фруктовые тарелочки. Они имеют шикарный волнистый край. Такие красивые гирлянды фестоны, которые покрыты золотом 24 карата. И здесь, что самое интересное, фрукты разбросаны по кромкам. Это бывает не часто на фарфоре. И мы такое видим впервые. Как по мне, что самое замечательное, это те самые жемчужинки по кромкам, которые чувствуются пальчиком. В центре выполнен дизайн винограда, вишни и груш. А по кромкам разбросаны и клубничка, черника, вишенка и даже нежевичка. Великолепная форма. Вот эти все волнистые края и выделенные такими ушками фестоны. Таких тарелочек у нас две в ассортименте. Они с одинаковым декором. И по клейму это сразу моя любимая мануфактура Шуман. Тарелочки антикварные. Это клеймо стоило с 16 по 29 год. Вот такая изысканная роскошь. Я лично в восторге. А теперь покажу из этой же серии. Это такая одея. Только здесь уже прорезные кромки. Я называю эти прорези салфеточками. Ажурными. Здесь также волнистые края. И в центре декор. Малинки, вишенки и яблок. Дея длинная, глубокая, антикварная. Тоже Шуман. И это точно такая же датировка. С 16 по 29 год. Можно здесь идти либо предметно. Настоящий антиквариат с фруктами. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите меня на WhatsApp. У нас сегодня представлены три троечки прорезных. Они уже с цветочным декором. Смотрите, какая красота. Вот этот рельеф, он достаточно узнаваем. И, естественно, это мой любимый Шуман. Великолепные чашечки, украшенные золотом 24 карата. Рельефными ручками с хвостиками. И вот этой лентой с рельефом и ракалиями. Здесь такой цветочный декор. Цветы и листья. Образделенные кромки. Нам с таким орнаментом встречались блюда. Здесь пышные цветы пионов с двух сторон. Шикарные прорезные тарелочки, которые имеют также золото 24 карата. И волнистый край. Каждая прорезь выполнена вручную. Это очень трудоемкая работа. Как раз таки мануфактура Шуман ценится своим прорезным фарфором. По кромкам разбросаны листики. А сама десертная тарелочка, она именно акцентная. Здесь также по кромкам разбросаны листики. Но сама красота. Внутри тарелки. Вот они эти прекрасные нежные розовые цветы. Шикарная тройка, которая поражает своей красотой. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. Сразу узнавая моя форма. Вы, наверное, сразу догадались, что это за мануфактура. И, конечно, это ваймер. Моя тоже одна из моих самых любимых мануфактур. Обратите внимание, какие шикарные лунистые края. Это все в стиле барокко. Здесь прорези. И золото 24 карата. Богатое блюдо. И при этом такое нежное. С красивыми цветочками, которые разбросаны по кромкам. В центре яркий букетик. В этих изделиях я всегда обращаю большое внимание именно в форме и архитектурной особенности. Посмотрите только на эти красивые аракалии, завитки. И все это оформлено шикарным рельефом, объемным. Для которой заслуживает определенного внимания. Удивительная сухарница. Она глубокая красота. Главное, какие нежные цветочки. Как мне кажется, это маргаритки. Золото здесь горит и сияет. Чайная пара. Ручная роспись. Сама нежность. Очень красивая ручка. С остатным хвостиком кверху. И шикарными объемными розами. Или это все-таки пионы. Здесь сразу имеется вот этот волнистый край сверху. Рельефы по всей чашке объемные. Как такими листочками аккантуса. С другой стороны бутон. Ручная роспись. И пышные-пышные, как розовые цветы. Красота. Но форма, конечно, покоряет. Вот она. Абсолютно изысканная. Это изделие очень сильно ценится среди коллекционеров. Так как оно авторское. Это 1971 год. Нет здесь белоснежного фарфора. Фон выполнен вручной. С определенным цветом и техникой. Вот здесь, как такими лепестками, наложен фарфор. Блюдце тоже имеет волнистый край и определенную форму. Небольшие ракалии. Красные кромки. Как с таким шикарным рельефом. Разбросанные цветы. Ручная роспись. И нежный розовый фарфор с добавлением красивого изумрудного оттенка. На каждом предмете проставлена подпись художника и датировка. Вот такая удивительная чайная пара. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. Шкатулочка цвета Тиффани для моих прекрасных подписиц. Кто давно меня смотрит, знает, как сильно я люблю этот оттенок на фарфоре. И это вообще в целом мой любимый цвет. В эту шкатулочку я однозначно влюбилась. Помимо цвета Тиффани, здесь много золота. Рисунок лебедей. И вот прекрасный пейзаж на шкатулочке. Здесь идет такая цировка. И изображен Букингемский дворец. Красота. Шкатулочка это королевская мануфактура. Здесь также прослеживается корона, 24 карата золота и объемный рисунок. Сам цвет Тиффани, который наложен объемными колосками. С одной стороны здесь недален короны. И вот это золото, оно горит, сияет и переливается. На шкатулочке не оставили ни одного свободного места. Какая все-таки красота. В состоянии без повреждений, витринного хранения, нет ни единого схода золота. Английская королевская мануфактура. Вот такая нежная, шикарная шкатулочка. Прорезная троечка с нежно-персиковым цветочком. Все цветы отличаются. Рисунок выполнен одинаково с двух сторон. Опять же, вот эта лента рельефности. Здесь какие-то такие решеточки и объемные жемчужинки. Золото, ручка. Красота. Блюдца у всех троек одинаковые. А десертные тарелочки уже имеют совсем другой декор. Тот же самый, как и у чашки. Волнистый край, разбросанные листья и золото с прорезными кромками. Какая все-таки красота и сама нежность. Замечательная троечка с персиковым цветком. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. Такая сухарница. Может служить как мелочницей. Здесь две прорезные ручки с жемчужинками по кромкам. Листочками акадоса, которые подчеркнуты золотом. Разбросанными бутонами роз и нежными полевыми цветами. Смотрите, как очень пастельно выполнен декор. В центре рельефная форма. Шикарная тарелочка. Она белоснежная. Мне безумно нравятся именно цветы. Они абсолютно разные. Каждая прорезь всегда выполняется вручную. Это тоже английская мануфактура. Разве она не прекрасна? Красота. Если говорить про полевые цветы. У меня есть вот такая двоечка. Она в единственном экземпляре. Совсем известная форма чашек. Даже мануфактура. Кала. Такие полевые цветы. Фиалки. Разбросанные цветочки. Золото 24 карата. И вот эта еле заметная рельефная кромка, которая чувствуется пальчиком. Очень люблю эту форму, серию посуды. Здесь такие бывают волнистые края у блюдца. Рисунок немного заходит на зеркальце. Полевые цветы и мелкие-мелкие бутончики. Рельефные кромки. Белоснежный фарфор. Шикарная двоечка. Последняя прорезная троечка. Вот с таким декором. Здесь уже декор совсем разный с двух сторон. Два цветка. А здесь уже один. Такая красота. Нежные малиновые цветы. Такие пестрые. Тоже напоминают мне именно пионы. Это одни из моих самых любимых цветов. Такая картина тоже с пионами. Красота просто. Золотые ручки. 24 карата. И моя любимая мануфактура. Шуман. Яркая акцентная тарелочка. С изображением цветов. И как же все-таки зеленый цвет. Хорошо играет в сочетании этих цветов. И с прорезным фарфором. Добавляет определенную свежесть. Удивительные прорези. Такая замечательная прорезная троечка. Поэтому если вас заинтересовали три. Вот. Пишите меня на WhatsApp. Также присоединяйтесь в нашу группу в WhatsApp. Проходит небольшой интерактив. Я показываю все, что есть в наличии. Присоединяйтесь. Я оставлю ссылочку в комментариях. А кто не может присоединиться по ссылке. То пишите мне на WhatsApp. Я вас приглашу сама лично. И последняя на сегодня. Это две чайные пары. С изображением фиалок. Рельефными краями. Великолепной формы. Белоснежная яркая двоечка. Смотрите, как красиво выполнен здесь рельефный узор. Как такими прекрасными стенками. И вот сами нежные фиалочки. Я знаю, что многие их любят на фарфоре. Они безумно красиво выглядят. Одинаковый рисунок выполнен с двух сторон. Это марафактур Айшенбах. И вот такие тарелочки. Они как салфетки. С лавнистым краем. Также в центре идет ажурная салфеточка. С таким лавнистым краем. Кромки здесь выполнены фиалки. Редко-редко встретишь декор фиалок на фарфоре. Такая цветочная поляна была сегодня на обзоре. Надеюсь, видео вам понравилось. Если вас что-либо заинтересовало с этого ролика, то пишите мне на WhatsApp. Собирайте хорошие вещи, хорошие предметы. И, конечно, цените то, что у вас есть. Спасибо вам большое за просмотр. Всего доброго. До встречи.